Переписать просто скобку. Вот, ну и она равна единице на t умноженное. Ну, сейчас я сотру. Вот это уже, это уже сократившееся. И вот тут остается вот это вот для этого. Д, а, и, т, о, и, т. Ну, естественно, здесь я не стал выписывать несколько мало, но вот таким образом. Единица на t сократилась. А, единица на t, конечно, нет. Значит, вот у нас появилось вот такое вот соотношение, которое, ну, имеет смысл переписать еще в последний раз так. Вот давайте на t умножим обе части, и после этого, обе части равенства, и после этого вот еще а перенесем направо. И тогда у нас возникнет соотношение, в котором, ну, они будут разнесены, вот, внутренняя энергия и сила, они будут разнесены в разные части уравнений. Ну, конечно, от этого содержать ничего не изменится, но вот как-то будет красиво. Значит, у нас будет формула, которая будет определять, ну, правда, не саму, конечно, внутреннюю энергию, а ее производную по внешнему параметру через саму силу. Ну, ну, и к этому еще производная сила вотенько будет к нашему уравнению добавлена. Итак, значит, вот у нас получается вот такое соотношение. Д, е, по, д, а, и к тому. Ну, что это равняется? t, d, а, и, t. Вот, d, t. t, d, а, и, t. Вот возникла у нас вот такая вот формула. Ну, и действительно, значит, мы видим, что она связывает с равнением состояния. Ну, она очень важна по двум, хотя, может быть, это и одна причина, Во-первых, очень многие задачи, такие практические и конкретные, можно решать с помощью вот этой формы. Мотивом, так сказать, ну вот, как в шахте, знаете, бывают этюды, у этюдов мотивы бывают. Мотивы вот многих задач как раз такие, когда, ну, получаешь задачу, если ты понимаешь, что вопрос поставлен таким образом, тебе что-то сказали про, там, допустим, вот, там лицовое уравнение состояния, а спрашивают что-то про калорическое. Конечно, надо сразу вспоминать, что вот существует эта связь, и, пользуясь ей, мы легко решаем задачу. Практически, ну, практически там, в смысле, так, для получения зачета, скажем, это вот важно, потому что очень многие задачи строятся таким образом. Вот что-то рассказывать про одно уравнение состояния – это дано, а про другое надо что-то там ответить, на какой-то вопрос про другое уравнение состояния. Ну, и потом, это принципиально очень важно, в том смысле, что если мы вот занимаемся, ну, термодинамическим моделированием, то есть, ну, как-то пытаемся сообразить, каким может быть, какими могут быть уравнения состояния, ну, для того, чтобы вот какое-то наблюдаемое поведение термодинамической системы укладывалось, вот, согласовывалось с тем, что, ну, постплата термодинамики, так сказать, предписывают. То невозможно моделировать, то есть, вот, решать, как нам выбрать уравнение состояния, невозможно это делать, не учитывая этой связи. То есть, мы можем, если мы связи на эту учитывание, независимо, совершенно обратно, вот, думая, вот, пусть мы напишем, значит, колорическое мнение, так, и в образе, а для сил, вот, какое-то другое уравнение примем, не обращая внимания на эту связь, то мы придем в противоречие, разумеется, с принципами термодинамики, и, конечно же, наши дальнейшие выводы могут оказаться совершенно не отвечающими тому, что нам ожидается. В общем, адекватности наших рассуждений уже не будет. То есть, это очень важный принцип, всегда, ну, начиная там, ознакомиться с чем-то, ну, как, может быть, кто-то перед ламик там использовал какие-то уравнения состояния, ну, всегда имеет смысл посмотреть, вот, этот критерий, это требование выполнено, если выполнено, то, да, это все хорошо, ну, а если вдруг нет, то это значит, что, смотрите, уже совершена какая-то ошибка, и дальше не будет ничего удивительного, если ничего хорошего, дальше не получится. Ну, давайте рассмотрим, опять-таки, вот какой-то конкретный пример, как будет это в определенном каком-то конкретном случае. Ну, далеко ходить не будем, но все-таки, хотя мы о газе будем говорить, но давайте все-таки сейчас уже не будем считать, что это газ-идеальный. Вот, будем рассматривать в качестве примера газ-идеальный, как, вот, собственно, для него можно, вот, использовать это соображение, и хроническое уравнение состояния. Ну, я думаю, что многие из нас еще рискуют, помню, как выглядит для этого газа хроническое уравнение состояния. Значит, вот, газ, газ не дрывается, описывается вот таким термическим уравнением состояния. Ну, естественно, слева стоит давление, значит, и некоторое количество моря вещества N определяет вместе с температурой абсолютной и объемом, который газ занимает правую часть уравнения. Ну, мне и в этой правой части есть еще два каких-то параметра А и В, которые уже должны, ну, своими значениями, так сказать, привести в уравнение способности описывать какой-то данный конкретный газ. То есть для разных каких-то реальных газов мы можем использовать одно и то же уравнение, но вообще говоря, А и В надо выбирать для каждого конкретного газа некоторого специального моря. То есть вы хорошо понимаете, что, значит, эти две постоянные, А и В, играют определенную свою роль, значит, они кашляют в уравнение, чтобы учитывать некие особенности реального газа в сравнение с газовым идеальным, значит, малое В, В, это рядом с В, это, конечно, объем формировки, обязательно, так, и это собственный объем молекул, как принято и говорить. Ну, а А – это параметр, который учитывает взаимодействие между молекулами. Ведь идеальный газ у нас – это такая совхудность материальных точек, которые не имеют размера и не взаимодействуют друг с другом. Но для того, чтобы в эту честь, как раз, эти два обстоятельства, они вообще-то имеют место, есть и высокодействие, есть и конечные дателлеры, вот, Кондравацкий предложил это уравнение состояния, и это было, ну, огромным достижением, на самом деле. И ни много ни мало, вот я, с вами-то, недавно как-то об этом узнал, он же Мнобелевскую премию получил. Я как-то считал, что это где-то там середина 19-го века, но он примерно в этом родился, а на самом деле, значит, где-то уж перед Первой мировой войной он получил за вот эти свои работы, вот, связанные, значит, с изучением превращения газа в жидкость, за вот это свое уравнение он получил Мнобелевскую премию. Но Мнобелевскую премию – это уже 20-й век, это, ну, в наше время, что называемое, в некотором роде. И это действительно, вот, при всей, мы не просто первой, не похода, это гениальная процедура, так сказать. Ну, ладно, значит, вот уравнение состояния, количество, вот это вот. Значит, теперь для того, чтобы нам получить уравнение калорическое, нам не надо ставить каких-то новых опытов. Ну, правда, все равно сослаться на опыт определенным образом придется, конечно, но это уже будет как бы не новый опыт. Можно сказать, что мы сошлемся просто на то, что мы делали с идеальным газом, как мы подходили к идеальному газу, и этого нам хватит. Это будет достаточно для того, чтобы мы вполне могли написать калорическое уравнение состояния для газа уравнений. Вот, если у нас один имеется в внешнем параметре объем, ну, тогда сила – это, естественно, давление. Омин это очень упрощается, и она приобретает, что, как бы, и постоянно т равняется т, минус т минус т минус т. Вот так она выглядит в общем виде. Ну, а если мы сюда подставим наше уравнение состояния, уравнение мандервайса, то, очевидно, значит, у нас получается так. Вот мы под т продифференцируем сначала, да, а потом на т умножим. Ну, и что у нас тогда получится? Вот это первое слагаемое, его и надо будет написать. n по t, b минус b. Значит, это вот т дп по дт. Ну, при постоянной, конечно. А потом надо п вычесть. Ну, это значит, что нам надо будет вычесть вот это слагаемое, n по t, b минус b и прибавить а помненно на В квадрат. Значит, осталось у нас, естественно, после этого сокращения а помненно на В квадрат. Ну, к сожалению, это не сама внутренняя энергия, это ее производная по объему. Ну, однако, значит, мы начнем производную, и мы знаем, что собой представляет вторая производная, производная по температуре. Она представляет собой теплоемкость газа при постоянном отверстии. То есть я для дифференциала внутренней энергии могу написать, что такое вы соотношение. ЗВ на ДТ, ну, то есть ДЕ по ДТ при постоянном В на ДТ. И плюс, или точнее минус, нет, плюс, конечно, значит, плюс ДЕ по ДВ на ДВ. То есть вот АВ на В в квадрате на ДВ. Вот у нас есть дифференциал, и мы можем по нему установить выражение для... Остается нам просто по дифференциалу некоторой функции вот этих двух переменных В и Т найти, саму функцию. Ну, это, конечно, приходится делать, введя некое предположение. Вот мы полагаем, что А – константа. Мы ее как-то выберем для этого газа, но это величина, которая не зависит от В. Деплоемкости вообще говоря, поскольку это уже не идеальный газ, деплоемкость может зависеть от состояния системы. Деплоемкость при постоянном объеме, значит, она должна, вообще говоря, рассматриваться как функция ВЭТ. Но мы можем провести такое рассуждение. Значит, вот давайте представим себе, что мы увеличиваем объем, и молекула оказывается в связи с этим все дальше и дальше друг от друга. И, ну, естественно, у нас, в конце концов, при очень большом объеме, газоантервация чем отличается от газоидеального, что, в конце концов, естественно, и проявляется в том, что уравнение, наше уравнение для газоантервации переходит в уравнение состояния идеального газа. Значит, мы можем при большом В пренебречь, при большом В мы можем пренебречь В здесь. Ну и, тем более, вот этот, с квадратом, это слагаемое, тоже мы можем отбросить. И уравнение превратится в В равной энергии. Естественно, в пределе, так сказать, увеличивающегося объема мы превратим газоантервальцев в газ идеальный. А про идеальный газ мы знаем. Ну, просто вот здесь мы ссылайте на опыт. Мы знаем, что для идеального газа приемность при постоянном объеме не является функцией объемной температуры. Это просто некое число, ну, зависящее от массы газа. Но мы сейчас рассматриваем некую фиксированную массу газа, и вот в смысле это постоянное величие. Ну, при этом давайте мы сейчас еще используем вот такой момент. вот если мы, значит, найдем, вот у нас, давайте напишем сначала, что ЦВ – это предъявление ЦВ и ФДД. Ну, мы это вот сразу использовали. Это соотношение, когда здесь написали ЦВ и ФДД. Ну, и вот посмотрим, что мы можем сказать относительно зависимости ЦВ от В. Давайте найдем производство ЦВ. Ну, в силу определения это, естественно, Д2 и ФД по ДВ по ДТ. И… Значит, если мы… Если мы переставим местами, значит, дифференцирование, что мы всегда, значит, имеем право, то тогда, значит, нам надо будет продифференцировать код Т производную ДЕ по ДВ. Но у нас производная ДЕ по ДВ, значит, мы ее нашли, это, значит, А, просто подъемная на В квадрат. Ну, вот она, ДЕ по ДВ. Ну, мы здесь считаем А, это мы уже приняли, это постоянная величина, ну, а В – вторая независимая переменная. Поэтому это производная просто разонулёт. Таким образом, мы вот видим, что уравнение состояния говорит нам о том, что ЦВ не зависит от В. ЦВ не зависит от В. Ну, тогда получается так, вот мы, значит, мысленно газ… газ превратили в газ подрывается и понимаем, что его теплоемкость есть теплоемкость газа идеально. не зависит. Но для идеального газа мы знаем, что это величина, которая от объема не зависит. Ну, хорошо, давайте мысленно вернем объем от очень большого какого-то произвольного конечного состояния. Значит, теплоемкость меняться при этом не должна. она, ну, в соответствии с тем, что у нас это произойдет, она равна 0. То есть она остается какой-то постоянной величиной. Ну, мы знаем, там, для моля, если, допустим, одно атомный газ, то для одного моля это просто три вторых ЦВ. Это нам, опять же, мы с того опыта известно. Три вторых от газы постоянно. Это просто какое-то число. Значит, это дает нам возможность интегрировать вот это вот наше уравнение, то есть определять е, искать вот эту функцию, которая порождает, так сказать, вот такой дифференциал. Ну, самым примитивным образом. Значит, ну, опять же, в принципе, интегрируя от какого-то состояния один до какого-то состояния два, мы должны, разумеется, вот рисовать себе какую-то плоскость, да, ну и рассматривать какой-то, вообще говоря, любой путь интегрирования, ну, как обычно, мы, значит, вот выделим такой, выберем такой вот, какой-то путь представляющий собой ломаную, на которой, на двух участках, который будет постоянным либо одна, либо другая первинная, ну и фактически, в общем, можно и без этого просто задним числом проверить, что, конечно же, если мы дописим, что е равняется cv t минус a v, ну и прибавим, естественно, постоянное интегрирование, ну, вместо того, чтобы писать интеграмм первого состояния до второго, ну там у нас, значит, войдут, е второе, энергия вот в этом втором состоянии, она будет зависеть от того, какое значение энергии мы припишем в первом состоянии, туда войдут t первое и v первое. Ну вот мы все это соберем, конечно, просто вот на какую-то постоянную начало, некое отсчета, ну и все. Очевидно же, что если мы будем дифференцировать это выражение, то как раз получится вот то, что там, значит, у нас написано. Ну и вот в результате, значит, мы использовали эту связь между уравнениями состояния для того, чтобы вот таким вот образом найти термическое уравнение состояния для газовой интервации. Естественно, если v мы устремляем на бесконечность, то это слагаемо пропадает, и мы возвращаемся к уравнению состояния для идеального газа. Ну вот, наверное, с этим параграфом мы еще закончили. Я еще раз хочу вам всячески рекомендовать вот это уравнение, поскольку оно очень практично и очень многие какие-то задачи позволяют решать, не являются, но примут вследствие второго начала. Таким образом, второе начало делает зависимое уравнение состояния. Ну, может быть, можно сказать, что, к сожалению, неоднозначным образом это все связывается, надо еще потом, если мы прямо определяем, как бы, найти. Через одно другое уравнение состояния надо еще отрубить. Вот такой формулы, которая прямо определяет одно величину через другую. Ну, связь эта есть и она очень является важной. Нарушать ее, так сказать, нельзя при таком динамическом модерировании, как я уже говорил. Так, ну, значит, давайте переходим по всему, мне кажется, в порядок параграфу. Возьмем его вот так. УПД – коэффициент полезного действия в порядок параграфа. Ну, корно, разумеется, это фамилия Софий Козьмов. Замечательный французский инженер, создавший, можно сказать, видимо целиком. На самом деле, ну вот, и первое, и второе начало параграфа он, видимо, вполне осознавал, хотя в своих выводах, которые вот эквивалентны во втором начале параграфа он пользовался представлением о теплотке как о теплороде, как о каком-то флюиде теплового. Но, как вот говорят историки Нуки, в его записках более поздних, которые он не опубликован, которые спустя очень много лет его брат опубликовал, из этих записок более поздних в сравнении с этой его фундаментальной и единственной опубликованной работой. Из этих записок видно, что развиваясь, так сказать, далее, он действительно отказался от вот этого представления о теплороде, и многие заключения в этих записках, они говорят о том, что он вполне в современном оборудовании для себя формулировал как второй, так и первой начале. Ну вот, по параграфу я напишу его имя, Асадия, ну он может еще там, Николас, Леонард, ну это может быть отпустим, а кардно по параграфу, пустится как. И кардно. Умер он очень молодым. Вот, я принес с собой загородный, тут вот, ну, есть его портрет, в нем написано, что он, как вы работал, где он учился, для работы, но может быть чуть поднее. А сейчас, действительно, вот, давайте начнем наш портрет. Может быть, чуть-чуть поднее, я дорогою, конечно, у меня с книжкой, потому что он о нем прочитает и его процитировал, потому что это у меня такой вот замечательный сборник, с 1934 года, книжка 1934 года, второй начало, там, вы знаете, видите, вот сборник работ. Каких работ? Работы Кардно, Томпсона, Клоуниуса, Бойсмана и Смолковского. То есть оригинальные работы, ну, переведены они, конечно, на русский, то есть под редакцией и с предисловием «Стеми Рядьева». Когда-то эта книжка принадлежала замечательному человеку Георге Николаевичу Колеснику, который был, когда я его привел в праздник, он нам читал, например, всеобщую физику, механику и молитулярную физику. Это был последний год его работы, потому что он, почему было 60, и он решил идти на пенсию. Его потом, правда, приглашали, ну, там были какие-то проблемы, надо было искать, как правитель возвращался там на араб, но вообще, в принципе, вот, когда он нам читал, это был последний год. Я вообще очень жалел, конечно, что он, так как решил идти на пенсию, что он был доцент кафедры магнетизма, по-моему, но это был настоящий большой профессор. Мне кажется, это вот осталось, книжка, она не моя лично, она принадлежит к нашей кафедре, но, как знаете, бывает, у нас сейчас много всяких книжек, оставшихся от уже ушедших из шести наших преподавателей. Ну вот, и Гюрген Плач уже достаточно давно, в общем-то, он и вот вышка там у вас там. Замечательная книжка. Ну, значит, давайте, может быть, сейчас я тебе не перетерпел, мне вот займется. Вот перерывая тема. Биллиан Томсон. Значит, он, как инженер, рассуждая, он предложил, он реально построил холодильник. Машину, которой вот, которой до этого не было, в природе ничего подобного, ну, подсмотреть было нельзя, вот он выпинул идею и, на самом деле, значит, создал конструкцию, значит, холодильник, ну, который теперь у нас есть сейчас. У каждого, так сказать, дома на пути стоять в холодильнике, который что делает? Он нагревает муку, хотя главная его задача не было так, конечно, но он нагревает кухню, отнимает тепло там, ну, молотка, мясо там, вот вы что-то принесли, такой температурой полноты, там, магазина, там, улицы, может быть, летом, положили в холодильник и он делает действительно следующее. Он отбирает тепло у вот этого чего-то там теплого, которое становится все более и более холодным, и он продолжает отнимать у более холодного это тепло и нагревает то, что является более горячим. Ну, фактически, вот, температура на топе. Ну, вы все видели у него на спине, у холодильника, если не видели, то обратите внимание, там ядр такой, да, там вот эти вот трубочки, 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 по которым, значит, течет холодон уже в жидком состоянии, значит, горячий, там можно потрогать, но они, не бог есть какие горячие, но они горячие, они действительно холодильник греет кухню, хотя вся задача главная у него, конечно, не будет. Задача греть комнату за счет холодного окружающего комнату, там, воздуха, скажем, может быть у так называемого теплового насоса. А вот эти, господи, кондиционер, значит, это вот машина такая, которая работает и в ту, и в другую сторону. Она может зимой за счет холодного воздуха нагревать воздух в комнате, а летом, наоборот, создавать холод, прохладу в жаркой комнате, забирая в комнате тепло и выбрасывая воздух. И без того жаркий какой-то окружающий воздух. Конечно, вот эти все устройства, холодильник, тепловая машина, тепловой насос, инженерно-то, они, конечно, устраиваются очень по-разному. Хотя вот, значит, кондиционер – это одно устройство, которое может работать из-за и суда. То, если у нас, нас интересует именно вот это устройство, работающее как тепловая машина, тогда оно, конечно, и только. Оно, конечно, совсем не похоже на холодильник, и холодильник не похож на машину, двигатель какой-то. Но в принципиальном, физическом смысле слова, это все одно и то же. Это все одно и то же. Только, значит, мы заставляем рабочие тела нашей машины изменять свое состояние, ну, разнонаправленно, в смысле, когда она работает как именно машина и когда она действует как холодильник. Ну, ничего, может быть, такого, ну что-нибудь мистического в работе нету, потому что, в принципе, это, ну, на самом деле, значит, почему вот рабочий, не рабочий тело, а вот этот холодоагент, что ли, там, агент какой-то, теплоноситель в холодильнике, он отнимает тепло у холодного и без того холодного охлаждая дальше. За счет чего? Ну, просто за счет тепловмена надо, чтобы вот этот агент, этот, ну, рабочий, как бы рабочее тело, чтобы он был немножко холоднее, чем то холодное, у которого тепло надо делать. Ну, просто вот заставляя, давая, давая возможность этому телу, значит, совершая фото внефатическом условии, пусть это не идеально так, в реальном устройстве, остывать, мы добиваемся того, что оно остывает, да, до температуры ниже того тела, у которого надо тепло отнять. И просто вот потом в тепловом контакте это тело холодное какое-то, которое он остужает, но оно все-таки теплее, чем этот агент. И контакт достигается, и, значит, тепло отдается. Ну, а потом, значит, чтобы выбросить его в окружающую среду, приходится совершать работу. Это работа сжатия, как правило, в адиматических условиях, и этот вот агент нагревается, протекает по этим трубочкам там на стене у холодильника, и дает тепло, ну, горячему телу термостатку с температурой Т. Первое, вот это какой-то воздух у нас, скажем, значит, на кухне. Ну, эффективность работы холодильника, конечно же, может и не должна оцениваться так. Нам нужна теплота кухма, да, да, и более важная для нас в работе холодильника, сколько эффективно она отбирает теплоту. Это вот по величине это будет вот та самая КУ-2, которая вот здесь, где в этих обозначениях нет. И для того, чтобы это тепло отбиралось, нам надо совершать работу. Вот мы же должны включить холодильник в сеть. Там этот компрессор, там вот мы слышим, как он вручит, там работает, все это делается, где-то там внутри. Значит, нам киловатты эти надо потом оплачивать. Значит, завершается работа. Важно, чтобы она была, ну, как можно меньше, для вот данного отбираемого у холодного приличного теплотура. То есть какой-то коэффициент холодильный, ну, скажем, там, если мы его буквы ПСИ, допустим, назовем, холодильный коэффициент, коэффициент, который характеризует работу в холодильниках. Он, разумеется, определяется вот этим возложением. КУ-2, КУ-2. Теплота отобранная у холодного, отнесенная к работе, которая была затрачена на то, чтобы вот тут составить холодильник работать. Ну, естественно, мы можем написать, опять же, буквы, вот эти... Если мы будем говорить о цикле Корно, обратимом цикле Корно, то, разумеется, тут тогда получается так. Число вот это может быть охарактеризовано, значит, вот такими цифрами, числами, горячая, холодная, холодный и горячий термостат. Пусть они характеризуются вот этими же термостатами, тогда вот этот холодильный коэффициент будет вот таким. Если речь идет о том, что называется тепловым насосом, то там важно будет то количество тепла, которое, ну, опять же, за счет завершаемой работы поступает в горячий такой-то термостат. Ну, это вот комната, скажем, за счет холодного окружающего воздуха, зимой, значит, мы можем нагревать. И тут все будет точно так же, значит, вот для... Ну, вот для характеристики теплового насоса нам должна будет вот такая причина. Это число, которое определяет эффективность работы теплового насоса. Ну, и, соответственно, можно написать вот такую формулу, которая определяет это все. Ну, а насос это гораздо ближе к холодильнику, конечно, чем к тепловой машине, потому что, ну, буквально то же самое, значит, тепло отбирается у холодного, отдаётся горячим. Ну, другое дело, что акцент ставится каждый раз на чем-то своем. То ли важно для нас откачать от холодного, то ли нам важно нагреть какое-то тело. Ну, вообще очень удачно получилось в том смысле, что я хотел сейчас, ну, вот, немножко процедировать. Это где-то было бы в конце лекции как раз уместно, а в начале, когда вот все-таки вот мы с вами немножко сейчас отдохнем. Это не совсем у меня с тобой. Начинать надо, наверное, не с электристики какой-то, но, тем не менее, наверное, уже раз так получилось. Начинать надо.